Итальянский волейбол Итальянский волейбол Игрок, правда, не Трентино, а Кунио Ну и там, конечно, интереснейшие события были как раз на тайбрейке Кунио должен был побеждать Но видеоповтор сыграл за гостей И при счете 15-14 судья увидел, что после атаки Трентино мяч улетел в аут Гости взяли видеоповтор, отыграли это очко и затем уже не выпустили удачи из своих рук Соответственно, выиграли с перевесом 18-16 А вчера матч вообще сумасшедший получился Пьяченца победила в гостях Мочерату И повела в серию уже со счетом 2-1 Хотя начинали серию 0-1 И там тайбрейк закончился 22-20 Пять матчболов было у Мочераты Четыре у Пьяченца И тоже были видеоповторы Которые почему-то в этой серии все время в пользу Пьяченца Срабатывают Ну, не знаю, посмотрим, что будет сегодня В любом случае, вот эти полуфинальные матчи И четверка сильнейших команд Италии Демонстрирует, ну, какой-то фантастический уровень Я от каждой игры получаю колоссальное удовольствие Что наблюдаешь, что комментируя Действительно, уровень волейбола Качество игры очень и очень высокое Интересно наблюдать Хорошая возможность у нас есть Мы присоединились на стадии четвертьфиналов И вот до конца будем смотреть итальянский чемпионат Вместе с вами узнаем, кто же станет победителем Ну, а все эти игры нам говорят о том, что Полезны очень видеоповторы Очень много они меняют По крайней мере, уж три игры могли бы завершиться с обратным результатом Не будет вот такой возможности посмотреть и проверить Куда же приземлился мяч Ну, представляют арбитров В общем, почтенные, но неизвестные нам сеньоры Нам гораздо интереснее сейчас на стартовый состав команд посмотреть В регулярном сезоне команды обменялись победами Со счетом 3-1 выиграл Куньо А на своей площадке от Трентина выиграл вот здесь В этом дворце Спортка со счетом 3-0 Ну и, соответственно, под вторым номером у Куньо появляется Олег Антонов Под четвертым Ирвин Гапит Девятый это связка Никола Горбич Естественно, появляется вид У Твисманс номер 7-й капитан команды Одиннадцатый цветон Соколов И... Пятый лидер У кого-то есть центральный щипон пропустил Ну, собственно... А, Эммануэль Корп, наверное, вот номер 8 Собственно, это был состав во время игры Домашний Ну, а теперь Трентина Наверняка в своем основном боевом составе В этом сочетании они появляются Матей Казийский номер 1-й Под пятым Османи Хуан Торена Номер 7-й связующий Рафаэль Третий Эммануэль Бирорелли Номер 12-й Миттер Джурич 14-й Ян Штокар Либера Масима Калачи номер 13-й И Андрея Барри номер 16-й Главный тренер Трентина Радостин Стоичев Коман, кстати, очень разные истории Вот что тоже любопытно Клуб Искунио был основан еще в 1958 году Ну, вот только в 90-м они добрались До высшего итальянского дивизиона Первая серьезная победа пришли в 96-м Причем сразу много этих побед было Выиграли Кубок Италии Затем Супер Кубок Италии Победили в Кубке ЕКВ и в Супер Кубке ЕКВ То есть европейском Победы были еще в Европе В Кубке Кубков 97-98 В Кубке ЕКВ 2002-2010 И вот в этом сезоне В марте в Омске до финала Лиги Чемпионов Кунио дошел Это лучшее достижение команды И всего один раз этот клуб за столь долгую историю Более 60 лет был чемпионом Италии в 2010 году Совсем недавно Что касается Торентина То всего в 2000 году клуб организовали И сразу они заняли место в высшем дивизионе А один заменили известный очень клуб Из Равенны Который по Чилу Бозишу называется Ну и вот с 2008 года команда постоянно набирает трофеи В 8-м и в 11-м выиграли с Кудетто То есть чемпионат Италии Лига чемпионов 9-й, 10-й, 11-й Три года подряд клуб на чемпионат мира 9-й, 10-й, 11-й, 12-й И три Кубка Италии еще у них на счету 10-й, 12-й и вот нынешний сезон В 2013 году этот состав уже один трофей взял Но из Лиги чемпионов, как мы знаем Вылетели благодаря московскому Динамо Еще в первом раунде плей-офф Куда-то подавался Один раз сетка помогла, завоевал очко И второй мяч отправил в вал Неудачный прием Сразу же последовала передача во вторую зону В спину пасовали Олегу Антонову И, конечно, на организованном блоке Ничего невозможно было придумать Ну, собственно, тренер Кунио Роберто Пьяц по-прежнему использует схему На передней линии Цветан Соколов играет Как улюборист первого темпа И на задней диагональ В итоге набирает Больше всех очков В общем, действительно, бомбардир Ну, а вот на что наши коллеги Обращали внимание в первом матче Что в концовке Кунио подсел физически И вот мячи, которые после атак От блока соперника отскакивали в поле Их вообще никто не страховал То есть стояли ребята практически на прямых ногах Сейчас некая неразбериха Мы видим уже на старте этого матча Началось все с того, что Горбич Здесь немножко перемудрил Некачественную передачу выдал А отспорили очко Судья хотел отдать подачу Трента Но вот передумал И счет равный 2-2 Да, такая небольшая паника Пока на площадке Кунио Конечно, им нужно сегодня Обязательно вырывать победу Отступать больше некуда Ну, соперник, конечно, не из легких Опять прием неудобный Горбич не организовал атаку Все приемы, которые демонстрируют Кунио Они не долетают до связующего Так, чтобы Горбич мог Как-то качественно изобразить в атаке Организовать какую-то атаку Пока он только пытается как-то обманывать блок Но все это делается из неудобных приемов Понятно, что на подаче Хуантарены принимать трудно Но Трафаэль тоже умудрялся своим планером затруднять прием И снова Как и в первом матче, в четверг Жертва на подачу Это Ирвин Гапид, молодой французский Игровщик Собственно, дома 39 раз в него подавали соперники И он выдал 56% Ну, не блестящий, прямо скажем, показатель Ну, и не самый плохой Так, между тройкой и четверкой Вот так можно оценить Ой-ой-ой, какая ошибка сейчас поторопился Штокер Решил атаковать переходящий И, конечно, можно было этот мяч разыгрывать Антонов снова подает Ваут Верарелли в первом матче этих команд был весьма активен 11 очков набрал При этом 4 блока поставил Ну, вот сейчас с подачи не повезло Ну, и в целом Оба центральных, собственно, второй Митрис Журич тоже 11 очков Очень здорово Все волейболисты Трентино Отыграли этот поединок Только у Рафаэля один балл А у всех остальных больше десятки Ну, а в целом, по итогам второго круга полуфиналов Цветан Соколов набрал больше всех очков 26, об этом мы уже говорили Лучшими игроками того круга стали Лучано Дечеко Это связующий из Кличенцы И Митр Джурич Центральный Трентино Еще одна ошибка на подаче Пока и хозяева не очень Вкатились в эту игру Помню, что Трентино без проблем разобрался Со своим соперником Видно Валентия В четвертьфинале Две сухих победы Ну, впрочем Курио тоже С Моденой Сыграл два матча Но оба были тайбрейк Так что, естественно Чуть-чуть посложнее пришлось Но тоже с двумя играми Все И завершилось Казийский Выигрывает очко с подачи И первый технический При счете 8-6 В пользу Трентино Субтитры В первой игре, кстати, подающие Кунио чуть ли не в два раза превзошли соперника по количеству эйсов. 11 очков они заработали на подаче против шести Тренте. Болельщики Трента уже давно болгарский флаг своим вторым родным считают. Собственно, вот этот взлет команды случился как раз с приходом Омск. Это да, напоминание о финале четырех в лиге чемпионов. Болельщики Куни. Успехов Трентин добился как раз с приходом болгарского дуэта. Тренер Дастина Стойчева и Жмате Козийского. Кстати, первую лигу чемпионов они выиграли, когда Грбич был составлен. Грбич пасовал в Праге. Финал. Серия Козийского продолжается. Было ли сейчас касание блоков? Было, да. Отличный показ. Опять же, вот я вчера отмечал все моменты. Обязательно находили камеру, где было видно на повторе. И тут же итальянские коллеги делали эпизод ясным и четким. Прав ли был рефери или действительно что-то не углядел. Ну и плюс, опять же, эти видеоповторы, которые мы тоже имеем возможность наблюдать. В общем, и шоу прекрасное, и качество показа, и плюс активная публика. Все компоненты воедино сошлись. Грбич здорово отпадавался, выиграл очко с подачи. И теперь вроде бы заставил ошибиться принимающих. Вот такой вот сеточный мяч. Рафаэль на задней линии, но поторопились на передней. На передней сейчас связующий Трентино, но все правильно делал, пасовал. Подставил руки и блокирующие Кунио просто поторопились. Торопились, помешали пасовать своим блоком. Именно поэтому Тренто заработал еще одну очко. Много ошибок на подаче. Рискуют и те, и другие. НГПТ второй раз ошибается уже в этой партии. Ну а теперь и прием. Снова в него летит подача, направленная Рафаэлем, без атаки. Отдают мяч Кунио. И что, ошибка? Ага, вот теперь в простой ситуации ошибка в атаке. Вот смотрите, на одном блоке остался. Он Торена и не попал в площадку. На следом болгарин Соколов, который, как вы помните, стал героем главного конфуза этого сезона. Он вышел седьмым игроком на поле, как раз запутавшись во всех этих тактических схемах, которые предлагает Роберто Пьяцци. Ну тоже все это, как вы знаете, мы уже рассказывали эту историю не от хорошей жизни, а от того, что Пьяцци не нашел общий язык с Луиджи Матранжи. И, собственно, второго, может быть, даже первого центрального, основного игрока у него просто нет. По крайней мере, сейчас уже Соколов разобрался. Больше седьмым на поле не остается. А случилось это в плей-офф Лиге Чемпионов. Матч против Матчера. Беррорелли. Плюс три преимущества Трента. Да, Рафаэль пасует с более качественным приемом, чем Горбич. Он, конечно, может пробовать. В предыдущей атаке, конечно, это была собственная ошибка Хуан Торена, а так все здорово было сделано связующим. Ну и снова Горбич просто выбрасывает мяч. Сейчас забили. Но очень много бегает связующий Кунин. Джулич подстраховал этот отскок от троса. А так, а в сетку не было касания блока. На сей раз Козийский сплоховал. Вроде тоже неплохая передача была. На разорванный блок вывел его Рафаэль. Но пока ошибаются такой еще. Перерыв. Вперед Радостин Стойчев. А нам сейчас покажут, как Козийский угодил в сетку. Ну, поздно, наверное, метнулся. И вот не успел в темп прийти. Собственно, вот нестандартный был прием. И, может быть, совсем другую комбинацию заказывал связующий. Но тут же деваться было некуда. А вот, посмотрите, известнейший господин Диего Мосно. Усы в два раза короче обычного. Помните, с такими гренадерскими и усищами президент Тарантино. Всегда тоже любую трансляцию обязательно его показывали. А вот сейчас хорошо видно, что мяч-то перешел. И коснулся блока. Да, но эпизод этот переигрывать не будут. Это просто ошибка судьи, которая, в общем, так и останется на его совести. Мы с вами все увидели. Ну, и снова качество доводки таково, что Рафаэль разрывает блок противника. Штокер сейчас от души приложился. Имел для этого возможность. Слава 0, Хокут на подаче. Ну, и здорово организованный блок. Казийский специально бил блок в надежде на страхующий. Ну, смотри, пока есть четверки, не получается у доигровщиков Трента пробиться. Вроде бы основная забивная зона для игроков. Есть Штокер во второй зоне, и сейчас он на задней линии тоже очень большую угрозу представляет. Поэтому Рафаэль все прекрасно понимает. И потом есть хороший первый темп при той доводке, который сейчас Трент и демонстрирует. Я думаю, что он будет это пользоваться. Слава 0, Хокут на задней линии. Слава 0, Хокут на задней линии. Ну, это гораздо более спокойный Родостин Стойчев. Его перерыв мы тоже увидели и услышали. Ну, болгары уже очень прилично ассимилировались. Видите, на итальянского как на родном. Родостин говорит. Вообще такой получается мультиинструменталист. И по-русски без проблем. Не знаю, может быть, еще какие-то языки знает. Обычно все, кто играет в Италии, очень быстро учат язык. И потом, попадая уже в другие клубы, общаются на итальянском языке с другими легионерами. Снова проблема в приеме у Кунио. Здесь штопор за головой. Ну, и показывают нам несчастного Ирвина Ингапита. Ну, все дело в том, что если давать Тарантино возможность хорошо доводить, то, конечно, будут сверхскоростные атаки, за которыми очень сложно успеть блокирующие. Постоянно будет или один, или разорванный блок. Вот что сейчас и происходит. Ну, главное, пока никак гости не могут организовать качественный прием. Собственно, если на матч в четверг посмотреть статистику, по всем статистическим как раз показателям, у него был сильнее. Прием 57%, 51% у Трента. На подаче 11-6 даже блок выиграли. 13-11, но этот сумасшедший тайбрейк, в общем, не поддается разбору на какие-то атомы и составляющие. Это была просто какая-то песня вдохновенная. Исполнение двух великолепных артистов. А вот еще один неприем. Снова Либера, кстати. Да, а вот, кстати, в списке худших принимающих после второго круга полуфиналов как раз на первом месте Эрвинг Гаппетт. А, вот сейчас очень здорово подавал Стойчев в зону между Висмонсом и Депандисом Либер. И Висмонс покидает площадку Делалунга. Парень, который того самого Козийского заменял. Подавал как раз на Стойчев, а Козийский. Да, да, да. А Стойчев наверняка давал указания перед этой встречей, кому подавать. И в кого. Вот Делалунга в годы выступления за Трентина как раз заменял Козийского обычно на задней линии. Давал передохнуть лидеру. Ну, Матей разошелся. У него какой же третий есть, по-моему, чистый. Мне помогла замена. Еще, по-моему, один перерыв, да, есть? Ну, да, сейчас был технический, была обычная. Да, да, должен быть тайм-аут, который, наверное, и взял. Пиаться. Ну, давненько счет не показали, уже, наверное, где-то плюс пять в Трентину впереди. Ну, надо что-то делать с приемом. Действительно, гости пока в этом компоненте играют крайне неудачно. И поэтому вся остальная игра тоже разваливается. Правда, удалось несколько очков нажить в этом сете за счет ошибок соперника. В простых ситуациях ошиблись нападающие. И 19-15 в пользу хозяев. Ну, и на двойном блокинге Гапиц справляется. Не понимает, Джурич, как же мяч прошел мимо его рук. Удар с четыре по четыре сейчас получился у француза. Антонов уходит и на его место Андрея Росси, судя по всему, 13-й номер. Усиление блоков, он номинальный центральный игрок. Ну, вот снова, когда есть хорошая доводка, конечно, очень сложно успеть. Вот Рафаэль, вроде бы и два блока были готовы, и Соколов, и Росси, и ждали замены сейчас на подачу. Выходит второй номер Джакомо Сантини. Ну, а я хочу сказать о том, что пока Кунио будет давать возможность таких доводок, они, конечно, на блоке не будут успевать за нападающие. Ну, это сам исправил свой средненький прием МГАПиц. Парень, о котором много говорили еще во время выступления за молодежную и юношескую команду, он удалился в один год как раз стать самым ценным игроком чемпионата мира до 21-го года и до 19-го. Соответственно, был тогда еще парнем, который проходил во младшую команду, но, тем не менее, с французами они выиграли оба этих турнира. Все, что хотят, играет сейчас Трентино, все комбинации возможные заказывает Рафаэль. Это было четвертое касание. Не удалось спасти этот мяч, хотя они плохо поборолись. Вот обратные замены вернулся Висманс и Антонов. Ну, вот это был шанс, наверное. Один из последних у Светлана Соколова своей подачей изменить ход этого сета, но, похоже, не получается и просит видео повторно. Да, устойчив реагирует, по-моему, еще до того, как мяч приземлился в площадку. Таким образом воздействует на судью и, конечно, с этой точки кажется, что мяч зацепил менее. Ну, сейчас специально откалиброванная камера. Красивая повторная, раньше все. Да, было поле. Ну, и разница уже не такая угрожающая. Всего два очка проигрывает Кунио снова на подаче. Соколов теперь точно за. И снова просят видео повторно. Ну, сейчас тоже точно был аут. Ну, зато можно время потери. Даже Стойчев не среагировал. Был уверен, что мяч достанется его команде. Ну, проверили на всякий случай. Здесь, да, много аут. Вот это было видно. Асмани Хуан Тарена готовится выполнять подачу. Ну, это же сколько подач на вылет и сколько ошибок на подачу. Вот это практически главный элемент в этой партии подачи. Если есть выигранные мячи, то все ошибки простительные. Это, конечно, есть соотношение ошибок и выигранных мячей. Вот сейчас у Трунтино в этом показателе, я думаю, можно ставить плюс. А вот у Кунио пока выиграно очень мало, при том, что теряли много. Закрывают. Штокер был в атаке. Ну, чешский гренадер немножко все-таки прямолинейно действует. Он любит быстрые передачи на разорванном блоке, конечно, тогда он может здорово вложиться. Сейчас Рафаэль играл первым касанием, поэтому Либера выполнял вторую передачу. И вот как раз блок Кунио, который уже давненько ничего не выигрывал, он имел возможность подготовиться к удару штокера. А это опять ошибка в подаче. Ну и 4 сетбола у хозяев площадки. Замена у Трента, по-моему, на усиление блока сейчас кто-то вышел. Ну и похоже, что замена сработала. Это Штокер. Ну нет, на передней линии все те же самые. Штокер в одиночку, собственно, закрыл Штокер, Джорич и Козийский. Ну что, 25-20. По игре не скажешь. Вроде бы счет должен быть гораздо больше. Но с таким счетом Трентина выигрывает первый сет, и мы ненадолго прервемся. Пять причин быть с плюсом на неделе с 15 по 21 апреля. В баскетбольной Евролиге продолжение четвертьфинальных серий. ЦСКА едет в Испанию сражаться с Кахалабарал. Главное дерби отечественного футбола ЦСКА «Спартак» и другие матчи 25-го тура в полном объеме только на НТВ+. Рафаэль Надаль в погоне за новым рекордом. Удастся ли испанцу девятый год подряд выиграть Мастерс в Монте-Карло? В женском теннисе на этой неделе полуфиналы Кубка Федерации. Наша сборная играет дома против Словакии. Атлетика и Барселона соперничают не только в футболе. В Лиге чемпионов по гандболу стартуют четвертьфиналы. Это и многое другое. На спортивных каналах НТВ+. Здесь вы увидите лучшее, что есть в спорте. Ну, видите, Торрентино стал на один шаг ближе к финалу. Если сегодня хозяева надежат победу, то выигрывают серию со счетом 3-0. Ну, а в российском чемпионате пока только четвертьфинальной серии стартовали накануне. Сегодня вторые матчи и, собственно, 3 из 4 уже завершились. Повторную победу одержал «Зенит» над «Кузбассом». 3-0 и, в общем, там совершенно без вопросов. Новосибирский «Локомотив» неожиданно снова обыграл «Белогория» с огромным преимуществом. Тоже 3-0, 25-22 первый и второй сеты, 25-14. Как вчера, счет четвертой партии. «Белогория» неожиданно слабо готова к старту вот этого этапа. Хотя против «Динамовцев» выглядели как великолепно. Может быть, выложились как раз на серии с «Динамо» и просто не успели восстановить силы. Не такой большой запас игроков. Может быть, объясняется как раз усталость. Все-таки «Локомотив» имеет в этом плане преимущество. Они могли концентрированно готовиться. Да еще и после победы в Лиге чемпионов, конечно, команда сейчас на хорошем подъеме. Продолжение этой серии в среду уже в Белгороде. Естественно, команда Геннадия Шипульна постарается ее затянуть. Что уже сделали волейболисты Ухимского Урала. Сегодня в Новом Уренгое они выиграли у «Факела» за счетом 3-1. Вчера с таким счетом уступили. Так что там 1-1 в этом противостоянии. И вот сейчас продолжается матч «Губерния» «Газпром-Югра». Вчера 3-0 победа нижегородцев. Сейчас уже 2-0 ведут в этом матче. Но чем все закончится, мы вам расскажем. Ну и точно так же девушки почти все решили с полуфиналами. Закончились 3 серии из 4, наверное, можно так сказать. «Динамо Казань» дважды обыграла «Тюмень» на своей площадке 3-1 и в гостях 3-0. «Динамо Московская» в первой встрече с «Факелом» одержала победу на тайбрейке. Во второй встрече, которая тоже проходила в Москве, хотя «Факел» хозяйничал сегодня в спортивном зале «Дружба». 1-3 уступила команда Юрия Панченко и таким образом счет в этой серии тоже 2-0 в пользу «Динамо». Залечья Одинцова, «Уралочка» первая встреча 0-3 в Подмосковье и в Нижнем Тагиле сегодня с таким же счетом 3-0 в пользу «Уралочки». 2-0 «Уралочка» ведет. «Динамо Краснодар», «Омск». Пожалуй, только вот эта серия у нас затянулась. Первую встречу выиграли «Динамовки» 3-1 и сегодня «Амичка» была сильнее, сухую. 3-0 переиграла соперниц в этой серии 1-1. Ну и, кстати, собственно, первая полуфинальная пара уже известна. Это «Динамо Москва» против «Уралочки». Ну а «Динамо Казань» ждет своего соперника. Будет это «Краснодар» или «Омск» решится 17 апреля. Да, в среду и в «Краснодаре». Ну вот у женщин у нас четвертьюнальная серия. Лишь до двух побед. Говорим, как у мужчин уже до трех. Ну а в «Трента» стартовал второй сет. И видите, ошибку при выполнении второй передачи фиксирует рефери. Да, или было касание сетки. Нет, нет, как раз второй передачу сейчас забарковал арбитр. Потому что непонятно, зачем тогда Казаньский пошел к судье и как очку они получили. Да, теперь продолжает нагружать на приеме. Ну да, он сейчас поднимает руку, берет вину на себя. Но что тут? Надо просто запринимать. Ну еще и «Соколов» испортил. Понятно, что неудобная была ситуация. Ну так скидывать откровенно в аут. Хотя бы не потерять мяч. Может поменьше места оставить французу. Не знаю, уже какой тут есть рецепт. Не идет у него в приеме. А вот пайп получился здорово. Вот такой коридорчик для Виспанса как раз освободили. Берарелли сейчас так долго смотрел на Горбича и вроде бы поверил, что передача пойдет в четвертую зону. Даже вот пару шагов сделал в том направлении. Потом пришлось возвращаться. А на пайп, конечно, не успел. Ну а теперь пайп от хозяева. И снова с отличной доводки играет Рафаэль. Ну а тут, да, ситуация идеальная. Абсолютно опустившись в лоб. Два блока поднимались на первый темп. Среагировали. И только лишь Олег Антонов, опаздывая, пытался закрыть пайп. Продолжает команда обмениваться любезностями. Виспанс был в атаке. Снова повтор. Сейчас убежал он за игрока первого темпа. Снова играли пайп. Ну да, может быть, с подачи что-нибудь выиграть? Нет, ошибается. Ну, француз пока антигерой, наверное, этого матча. Почему еще все может измениться? Не только француз, тут и Либера тоже в приеме действует со знаком минус. Поле, мяч. В общем, с таким приемом, как сегодня, получается у Кунио не выиграть победителя регулярного чемпионата. Так интересно получилось, что все четыре первые команды, которые финишировали в регулярном чемпионате, как раз сейчас играют в полуфинал. Сейчас тоже видеоповтор был, но здесь много, конечно, много в поле это видно было и здесь с повтором. Вот это тоже новый тактический вариант, как затянуть немножко времени и стратив тайм-аут. Правда, теперь челлендж уже проигран. Исманс третью атаку подряд забивает. Сейчас, правда, блок связующего был и прекрасно он этим воспользовался. Ну, хотя бы не терять ничего. Ну, ладно, силовые не получаются, много теряют, но такие, в общем, простые, как Соколов сейчас пытался просто ввести мяч в игру. Ну, он начал сет со скидки ваут и вот продолжает пока в весьма расстроенных чувствах. Ну, как здорово. Отличная организация атаки у хозяев. Да, ну и как не прыгать с этим парнем. Действительно, абсолютно, правда, вот, опыт нельзя бросать своего. А как здорово Рафаэль раздает эти передачи, затягивается. В общем, сложно не поверить, что не отдаст первому темпу. О-о-о. Боторопился Хуан Торена, бросился на помощь в третью зону и своего игрока оставил. А вот они вдвоем поднялись и с удовольствием Олег Антонов на чистый сектор на тренировке всадил. Ну, для нас, наверное, открытие сезонного. Может быть, Антонов бы и не получал места в составе, если бы не этот конфликт пьяцей и лучше Мастранжева. В итоге парень заиграл. Ну, у нас, соответственно, появляются свои любимцы, за кого можно болеть, Иван Зайцев и Чарати. Настоящий молодец и умница. Вчера все-таки не хватило его усилия для того, чтобы переиграть соперника. Интересно, MVP матча вчерашнего, Чарати Еченца, признан Марко Патрощенко, который поставил, правда, 7 блоков. Эта цифра потрясающая, но все-таки даже в своей команде не был лучшим по результативности. Ну, для центрального игрока он очень много очков набрал. И, конечно, 7 блоков – это такая цифра, при том, что вся остальная команда 15. В общем, 15 результатов его команды. Ну, а самый вообще результативный игрок поединка, другой игрок центральной зоны – Симон из Пьяченца, 19 очков, из них 3 блока, 4 эйса. Цифры просто фантастические. Симон как раз разыгрался в первом матче против Мачираты, да и то в его второй половине, вот так, наверное, можно сказать, когда стал получать очень много мячей в атаке. И вот тут вот уже разошелся на блоке. Действительно, мы с Лениным Сокровым отмечали, что это возвращение того Симона, который играл за сборную Кубы. Ну, приятно, что продолжает этот центральный в том же дуфель. Ну, в любом случае, эти две команды нам подарят еще один, как минимум, поединок. Тоже в среду, в 22.30, игра на поле Пьяченца, которая теперь ведет в серии 2-1, и, собственно, этот матч для них может стать последним. А за наших итальянцев, наверное, так можно сказать, приятно болеть, если не вспоминать, что совсем скоро нам встречаться на чемпионате Европы со сборной Италии, в которой как раз играет Иван Зайцев на пару, кстати, со своим связующим, с Драгоном Травицей. И это может вызывать опасения. И снова помешали сейчас пасовать. Все было чисто, очень хорошая доводка, и Рафаэль прекрасно пасует эти сеточные мячи. Не знаю, почему здесь спорят. Ну, вот, ну как, атака была по тому мячу, который связующий пасовал на своей стороне. Да, ну, Соколов явно выпадает пока из игры во второй партии. Пока мы о нем говорили только в негативном смысле. Ну, снова прием. Подарок для соперника и атака кезис. Ну, уже 11.6, плюс 5, хороший отрыв. Перерыв Роберто Пьяци. Ну, Куни, вот, по крайней мере, в поединке в Лиге Чемпионов с Мачаратой уже показывал характер. Они после позорного поражения 0-3 дома отыгрались 3-2, и затем еще золотой сет выиграли, причем в одну калитку. Если наладят прием, тогда, конечно, будет возможность для борьбы. Пока будут так принимать, конечно, играть будет сложно. Здорово подают сегодня и Хванторены, и Казийский. Очень только сегодня. Ну, что Горбич может пасовать, когда прием остается в шестой зоне. Ну, вот шанс, наконец-то, доигровку, да. Ну, естественно, сразу быстрая передача. Антонов сейчас атаковал из первой зоны. Ну, и нормально подготовленная атака. Это приводит к успеху. А вот этот мяч переходящий. Ну, и его не забивает сейчас Габи. Мне кажется, снова Соколов там не вложился. Ну, будет повтор наверняка. Посмотрим. Это уже ответ. Ну, вот даже то, что можно выигрывать. Во всяком случае, уж переходящие мячи точно. Может быть, побоялись после двух ошибок, которые как раз зафиксировал арбитр на переходящих мячах. У Кунио. Может быть, уже не так уверенно действует. Сейчас очень уверенно забивает Олег Антонов. И опять такое ощущение, что принимающие Торентино просто специально делают эти сеточные мячи. Ну, это действительно, наверное, так. Рафаэль вполне удобно, а блокирующие вынуждены реагировать. Ну, очень здорово их обрабатывает. И, как мне кажется, вот такие доводки, они ускоряют атаку. Быстрее летит мяч. И если связующий в состоянии, если он технически обладает вот такой передачей сеточной, не делает ошибок. Он очень быстро эти мячи разбрасывает. В поле. Вот, может быть, вернется в игру сейчас Соколов. Ну, сейчас, опять же, ошибка принимающих. Не такая уж сильная была эта подача. Просто хитрая, направлена по линии. И Козийский здесь скорее поверил, что этот мяч уйдет в аут. Джорич вместе с руками оттуда отправляет мяч на чужую сторону. 2.11. Огромный совершенно парень. Ну, Рафаэль с метров 90 сантиметров его рост. И ниже него только Либера в команде. Поэтому, ну, это и понятно. Но я хочу сказать о том, что он не теряет высоту передачи. Именно потому, что все время перемещается, очень высоко обрабатывает мяч. Для своих высоких очень быстро дает передачи. Ну, вот, ну, вроде бы игра завязалась. Разница сократилась. И невынужденная ошибка. Опять Антонов, к сожалению. В атаке был хорош. Отмечали его. А на подаче никак не пристреляется. Сетка, да. Это Соколов. Ну, вот не идет. Игра вроде бы. Понятно, что прием не получается. Потому что сильно подают. Почему не подают сами, игроки Фунио, не совсем понятно. И, конечно, очень много ошибок в простых ситуациях. И переходящий, вот, как сейчас таки, опять. И, конечно, очень много ошибок в нем обратно. Ну, собственно, да, если не забивает Соколов, если не особо дела, как совсем тоже приуныл Гапет, остается один только капитан Кунио. Абьянцы готовят какую-то замену. Ну, сейчас блок как раз переместился именно в четверку. Ставил, ну, точнее, в двойку на стороне Трент оставил блок Висмонсу, который его перехитрил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, здорово читает Тберо. Сейчас блок вообще никуда не двигался. Берарелли поднимался со своим. Козийский здесь еще рядышком на помощь был. Нет, Соколов не проходит. Но Соколов сейчас играл практически первого темпа. И вот тоже эти переключения... Наверное, непростое все-таки дело... Не хватает, мне кажется, вот мастерства. Не такой уж он универсальный игрок для того, чтобы такую нагрузку нести. Наверняка, если бы был сконцентрирован на каком-то одном амплуа, он мог бы играть лучше. Такие два колоритных персонажей. Как будто только с гор спустились. Эти вершины... Там манят буквально со всех сторон. Помнишь, этот финал Лиги Чемпионов? Доломиты в Альпы? Ну и потрясающая игра в финале «Пантера». Конечно, что творил он в игре против нашего «Зенита». Только сейчас удается сняться. И Куньо проигрывает пять мячей. 14-19. Росси появляется. И Чискалов может переключиться на функции бомбардира. А Росси займет место в центре сетки. В центре блока. Тайм-аут, судя по всему, берет стойчив. Да. Все варианты пайпов, наверное, сейчас нам как раз и покажут. Нет, вот атака из первой зоны. Просто красивая нарезка. Ну и пока судьба дела, тайм-аут закончился. И Кула Горбич на подаче. Опять трое блокирующих концентрируется в центральной зоне. Здесь Росси даже не успел за своим игроком. По скорости блок Куньо проигрывает атакующий. В сложной ситуации выпутался Гапит. Вот посмотрите. Блок антенны потом. Собственно, этот край он и искал. Край блока. Уже не в первый раз по рукам Матея как раз атакует нападающий. И между рук у него проходил мяч на блоке. И вот частенько попадают по его левой руке и вводят мяч в лоу. Был шанс у Соколову сократить разницу. В итоге до пол он не добил. Там очень четко работает как раз структура блок защиты. В девятый метр оттянулся Либера. Оставил мяч в игре. И дальше Козийский. Атлентина сильнее организации игры. Очень спокойно, без спадов проводят они этот матч. Четко знают, слабые стороны соперника и максимально их используют. Олег Антонов возвращается. Что не прием, то на радость связующая. Все готовы. Очень мощная атака. Конечно, Горбич сегодня может только завидовать. Ну и у Тринчина постоянно в игре два Либера. Барри принимает. Калач вот как раз выходит в тот момент, когда подает Львов команда. Барри более опытный. Он, конечно, удачнее играет на приеме. Он 80-го года рождения. А вот этот Либера на 5 лет молотит. А вот этот Либера на 5 лет молотит. С ошибкой. Вот на своей подаче бы несколько очков набрать. Тогда, конечно, было бы легче. Олег Антонов готовится выполнить подачу. Казиский на задней линии сейчас дали ему передохнуть. Такая же замена была и в первой партии. Нет, на своей подаче Куню очков не набирает. И в этот раз с первой попытки съем держит Трантино. Второй связующий. Снова, видимо, на подачу он выходит Сентине. Ой, какой мяч классный сейчас спасли. И блок нужен? Нет. На блок немножко не успели. Ну, все равно аплодисменты. В общем, действительно, такая игра не может не нравиться. Тренд заслуживает любых восторженных эпитетов. Бисмас, пожалуй, единственный игрок, к которому нет претензий. Прекрасно играет в атаке, очень мало ошибается. Не поддерживает этого парняра. Даже при том, что Либера на задней линии находится. И, в общем, игра в защите оставляет желать лучшего. Ну, вот и вторая партия за Трантино. Гораздо больше отрыв. И вот сейчас, действительно, ты говорил, что по ощущениям счет должен быть больше. Вот что, собственно, мы с вами и наблюдаем. У нас в первом сете была такая серия ошибок. Ну, даже не ошибок, а каких-то, может быть, небрежностей, неточностей в исполнении атакующих тренда. Именно атака к азийски, охван-торена там немножко наошибались. Плюс один переходящий мяч, который не обработали. Все это пошло в копилку Куня. Мало чего, сегодня гости выигрывают за счет своего труда. Ну, и по-прежнему сохраняются проблемы с доводкой, проблемы с приемом. Не особо уверенная игра на блоке. Ну, а Трантино, по-моему, очень уверенно сейчас себя чувствует. Играет организованно, внимательно и устойчиво. Даже проводит замены, дает отдохнуть. И Матею Казийский на задней линии. Уже две партии, в которых он проводит эту замену. Ну, и всего шаг остается Трантино до финала итальянского чемпионата. Тем временем в Нижнем Новгороде губерния обыграла и во втором матче четвертьфинала команду «Газпром-Югра». Снова счет 3-0. 25-21, 25-16, 25-17. Тоже опасался Плавин Константинов, что может не хватить запала и настроя его игрокам на плей-офф. Что, в общем, совершенно замечательно. Неожиданно для многих провели они регулярный сезон, выиграли свою группу. Но пока все в порядке. Две домашних победы. Это, в общем, хороший такой фундамент для того, чтобы пройти дальше. Ну, и, собственно, эта серия может закончиться в среду. Равно как серия «Зенит-Кузбасс», где 2-0. И «Новосибирский локомотив» против «Белгорода». Там тоже 2-0. Еще раз напомню. Результаты сегодняшних поединков. Только «Урал» с «Факелом» с чистого листа начнут противостояние в Уфе. В среду и в четверг два матча точно там состоятся. Такая же ситуация, как и у девушек. Всего лишь в одной паре неясен полуфиналист. Остальные уже определились со своим календарем. А вот что касается «Тринтина», то если они выиграют следующий сет или какой-то один из последующих, то не только выиграют серию, но выиграют еще и время по сравнению с вторым финалистом. Потому как такую укороченную серию они провели. Очко имели за счет преимущества в регулярном чемпионате. Выиграли прошлый матч на тайбрейке. И вот сегодня все идет к тому, что «Тринтина» и закончат эту серию досрочно. Ну а финал стартует 25 апреля. Кто бы не убедил, как бы это все не закончилось. И в параллельной паре тоже. Ну опять же «Тринтина» победитель регулярного сезона. Значит у них в любом случае преимущество в своей площадке. Ну и соответственно финал уже будет начинаться тоже со счета 0-0. Там никаких дополнительных преимуществ ни одна из команд не получит. Только свое поле или чужое поле. Но Кунев пока еще надеется, пока еще пытается. Но как-то грустно они провели первые две партии. Может быть получится в третьей. Во всяком случае с блока Соколова начинается сет. В одиночку закрывает у нас Манни Хвантарену. Ну и собственно составы те же самые. Никола Горбичев, вот он на подаче связки Куньо. Соколова главный бомбардир. Одиннадцатый номер. Двигровщики четвертым гайпинг. Девятый. Седьмой Висманс. Первый темп в Эммануэль Кохут номер восемь. И под вторым Олег Антонов. Либера. Даниэля Депандис номер пять. Ну и Трентино тоже без замен. Матей Козийский номер первый. Третий Эммануэль Квирорелли. Под пятым Османи Хвантарену. Номер седьмой Рафаэль. Двенадцатый митр Джурич. Четырнадцатый Ян Штокар. И два Либера. Масима Калача номер тринадцатый. И под шестнадцатым Андрея Барри. Штокар Сбирорелли ставит двойной чехол главному бомбардиру соперника. А вот этого парня все выцеливают на подачу. Стерзали его уже за эти две игры. Стерзали на приеме. И вот сейчас в другую зону направляется подача. Здесь, конечно, Либера мог бы быть поактивней. Мяч попадает точно в разрез между игроками. Пожалуй, Либера должен был брать действительно Депандис. Ну и сейчас, можно сказать, не обработал мяч. Друзья, видите, что получается. С самого начала Трента вновь уходит вперед. А, вот, кстати, у нас замена получается в Кунио. Если на площадке Росси, значит, Антонова нет. Да, между рук Росси пропускает эту Атаву. Рафаэль сегодня один из лучших подающих. Пусть он не выигрывает чисто с подачи. Я не помню, по-моему, даже у него было есть. Но очень затрудняет. Очень много затрудняет. Ну да, в разрез-то мячу. И совсем недавно попал. А еще до этого, мне кажется. С везущей Трентину тоже здорово подавал. Опять Либера на этот раз есть. Да, вот, Кангат это такой. Пять мячей подряд. Хозяева площадки выигрывают. Еще эйс. Нет, нет, аут. Не попал. Ну и повтор не просит. Значит... Очень неприятная подача. Низко мяч летит над сеткой. И как-то резко попадает. Практически параллельно полу. И первый темп делает все, что хочет. Снова Дерарелли. Блокирующий не успевает. Очень поздно реагирует. Висман здесь пытался помогать. Но у него там еще и Хуан Торена был. Конечно, раньше, чем центральный блокирующий прийти не может. Ну, а центральный реагирует довольно поздно. Грубич какую передачу выдал сейчас за голову. Нет, не удержался сейчас. Чуть-чуть улетел. Ну, как, чуть-чуть. Все ноги, все ноги, все ноги на тяжелой стороне. Но так здорово боролись за этот мяч. Вот такая ошибка. Штокер пытался своего либера на своей стороне оставить, но не получилось. Все, что можно, Берарелли получил сейчас на первой линии. Ну, возможно, вчерашние подвиги Симона, не боюсь у него. Ну, вот чем мне сейчас Торентино больше нравится. Нравится больше по игре, конечно. Но вот не перестают они бросаться. И в защите очень здорово играют. И понятно, что они нацелены сейчас играть до самого последнего мяча. Они не расслабляются. И очень четко действуют в каждом компоненте. Вот держать концентрацию, при том, что соперник-то ведь, в общем, все уже сейчас совсем снег. Они не допускают собственных ошибок. Вот это очень важно. Технический перерыв. И хозяева ведут, по-моему, уже шесть мячей. Вот опять же счет нам давно не показывали, но... Мне кажется, 8-2 сейчас на табло. Роберт Пьяцеп перешел на классическую схему, когда Соколов не должен играть центрального блокирующего на передней зоне, а свое место занимает, более привычное. В эту схему не попадает Олег Антонов, к сожалению. Приунывшие болельщики из Кунио. В этом сезоне уже один подарок они получили. В финал Лиги Чемпионов команда вышла. Историю переписала. Клубную. Ну, пока все. 8-3 все-таки счет. Внимательно сейчас отследили этот отскок. Да, шток. А, нет, там как раз Журищ сейчас был. И вот, как только есть доводка, конечно же, Горбич найдет атакующего. Доводка эта сегодня, получается, крайне редко. Фонтарен получил мячом в корпус. Может быть, дыхание сбило. Ну вот, переходящий после атаки, после подачи Соколова. И атака по переходящему. Здесь, конечно, уже и Рафаэль к этому ничего допрыгнуть не мог. Ну, и подержать по подачу. Есть, есть. Попадает мяч в линию. Будут ли просить видеоповтор у хозяева? Наверное, будут. Может быть, и Соколова немножко сбить с подачи? Нет. Бережок, правда, это точно. Уверены, уверены в себе. Я думаю, поэтому готовы сейчас отыграть. Вот есть хорошая доводка. Прекрасная атака. Ну что ж за неразберих-то в обороне. Сейчас повтор будет. Посмотрите, как принимали этот мяч. Пропускает, да, вроде бы Либера мячи. Теперь вот и вовсе не такая сложная была подача, но помешал Соколов. Это непонятно, зачем Соколов принимать пытался. Если уж они встали вчетвером, тогда действительно Либера неправ. Если это самодеятельность цветна, то вовсе нечего мешать своему защитнику. Тайм-аут использует. Кстати, непонятно, кто использует. Потому что, видите, Хуан Торрент не то, что мячом получил, но так вот неудачно уклонялся. Я думаю, что у Хунио сейчас был перерыв. Штокер выходит подавать. Вот такие манипуляции Хуан Торрена на каждом тайм-ауте проводит. Лисманс оставил мяч в игре. Есть возможность для хорошей атаки. Ну, Рафаэль, похоже, тоже решил сделать центральных игроков сегодня лучшими бомбардирами. У него и так загружены обычно и Хуан Торрена, и Казиски. По максимуму, поэтому сегодня у него есть возможность разгрузить основных нападающих. Дать возможность поиграть центральным. Тем более, что блок по-прежнему не успевает по скорости в первую очередь. За второй попытки Штокер все-таки зарабатывает очко. Хотя мы уже отмечали, что он, пожалуй, из нападающих, я бы его последним поставил в списке за Хуан Торреной, Казиски. И, собственно, и центры сегодня великолепно себя проявляют. Уходит Визманс с поля. Матрик Азиски на подаче. Торрентина сегодня и защищается на голову лучше соперника. И снова мы видим в зеленой форме десятый номер Делалунго. Он сейчас будет помогать Либера на задней линии. Опыт. Подача на вылет. Усправился Барри с тем мячом. Хозяева просят 30-секундную паузу. 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 Наверняка будет рисковать Кохут и после тайм-аута. Ну, справились с его подачей, не такой сильной она казалась, как предыдущая, и снова атака на разорванном блоке. Ну, Дололунг хотя бы прием сумел организовать. Отодвинул как раз Сенгапет и вдвоем с Либера они практически все перекрывают. Мне казалось, что давно нужно французу оставить поменьше места и, может быть, и таким образом вынудить соперника пытаться попасть в него, пытаться сделать такую нацеленную подачу в маленькое расстояние. Может быть, поошибались бы немножко подающие Трентино, а пока никаких перестановок у кунио в приеме нет. на одиночном блоке, конечно, атаковать для Османи одно удовольствие. Тренто блок двойной и плотный. Ангапет уже и в прошлой партии вот так вот по блоку в антенну отыгрывался и сейчас тоже таким же хитрым ударом. Накат. Мяч уходит от рук блокирующих лаут. Ну, Далалунга отличный этот отрезок провел. Капитан. Ну, самое необходимое усилить игру в приеме, что от него требуется. Эйс. Эйс. Посмотрите еще. Вот так вот понемножку, может быть, все-таки сейчас затянет эту игру кунио. Казийский слегка расслабился. Он пока на площадке его частенько меняется точек на заднюю линию. Скоро, видимо, его время придет. Поначалу вот до второго технического никак не могут добраться, посмотрите, волейболисты Трента. Вот был 15-10, счет сейчас 15-13. Ну, понятно, что какой-то провал, если это можно так назвать, маленький провальчик в третьей партии все-таки должен случиться, потому что без ошибок играть нельзя. Самое главное, чтобы череда этих ошибок не затянулась для Трентино. Ну, а для кунио, конечно, надо за каждое очко сейчас бороться и, может быть, постараться за счет зацепиться. Ну, вот шанс был до минимального расстояния сократить и не попал в площадку Ирвенгапик. Вот и болгарскую речь мы услышали. Порцию персональных наставлений получил Асказийский. Ну, а кунио боюсь, что это вот был последний у них такой шанс и рывок зацепиться. После таймаут Трентино наверняка выйдет вновь в боевом состоянии. Ну, посмотрим. Сейчас еще зависит, кто с подачи будет начинать. Конторена. Кубинец, который в этом году может появиться в итальянской сборной. Ну, вот единственное, что пока проходит, это такие удары от блока ваут. Да, не успели среагировать на поднятый Горбичевый мяч. Очень четко, правильно здесь он. Линия была открыта на блоке и там как раз находился Горбич. Ну, наконец-то Никола начал комбинировать. Наконец-то прием был качественный. Ну, вот этот отрезок, который Деволонго провел, мне кажется, как-то успокоил всю команду и гости снова вернулись. Снова пытаются догонять лидера, но свои ошибки, конечно, нужно исключить, иначе это все будет бесполезно. Снова минус три. Ну и снова отличная доводка и, конечно, классная атака из первой зоны. Матей, по-моему, подсел немножко физически. Сейчас нужно еще сдвинуть расстановку на 1-2 хода. И тогда на заднюю линию выйдет его сменщик. Не очень четко в этой ситуации Рафаэль не стал загружать своего болгарского нападающего. Вот у вас Микар Джорича. Козийский сейчас отподается и наверняка присядет на лавочку. Калус разыгрался, но, может быть, уже, конечно, не поздно. Нет, посмотрите, в концовке этого сета, наверное, слишком решающий момент, чтобы давать Матею передохнуть. Радостин Стоичев оставляет его на площадке. Хотя, в общем, какие-то признаки усталости, они налицо. Потери концентрации и физически он, говорит, не успевает. А вот две замены. Выходит снова Семтини, второй связующий. И еще кто-то вышел. Он может влиться. А вместо Джорича вышел кто? Непонятно. Честно говоря. А, 17-й номер Матео Бюрцкалер. Первый темп заменил. Ну, что же в этом матче появлялся? Да. Сейчас был аут, но просит хозяева видеоповтор немножко тоже потянуть время. Повтор сейчас подтвердит. Изначально принятое решение. Аут далекий, видите, даже в ту зону, которую камера держит, мяч не попал. Да, вряд ли кто-то в этом сомневался. Действительно, это фактический ход, наверное, больше. Ситуация, когда требуется несколько секунд дополнительно для того, чтобы восстановить силы. Горбич подает. Ну, и Рафаэль уже на месте. Тут два-три блока совершенно все равно сейчас с центральным трендом. Дальше на месте. Дальше на месте. Дальше на месте. Дальше на месте. Давайте посмотрим. прошла у козиски в предыдущем сети а теперь вот на страховке справились поняла но гапит ошибается в атаке с первой передачи с 1 доводки атаковал француз и в площадку не попал двадцать два восемнадцать рафаэль что-то там колдует перед подачей гапит уже просто на прямых ногах стоит и так завершается колов не получается набирать очки снова ошибается гапит сейчас приемным предстоит выдержать висманс дарит матч-болу Торентина и всего лишь один точный удар отделяет командора дастина стойчиво от выхода в финал прошлого года финал разыгрался из одного матча и Торентина выигрывала у Мачарата 2-0 по сетам и проиграл весь поединок на тайбрейке в этом сезоне будет полноценная серия до трех побед ну и тренд и собственно и четвертьфинальный рубеж прошел без потерь два раза по 3-0 с явным аутсайдером Вива Валентий теперь выдержал бой в Кунио на своей площадке добивает соперника все это как раз сыграет на руку в финале который я не сомневаюсь команда стойчиво попадет хотя вот концовка третьей партии немножко затянулась как раз тренды сейчас взяли свой перерыв жалко сейчас нам не дали прослушать пьяцу интересно что говорит тренер перед заключительным разыгрышем сезона третье место не разыгрывают итальянцы ну и Росси подает блок 22-24 кто-то муж спасутся вряд ли вряд ли я тоже не совсем верю все жду когда тренда поставит точку но всякое бывает волейболе ну вот он тарена похоже это был Козельский что ж он страдал он устал он в какой-то момент перестал принимать но выдержал и завершил эту серию то что там 3-0 25-20 25-18 25-22 можно поздравить сеньора Диего Мосна его команда будет играть в финале финальная серия стартует 25 апреля ну а соперник Торентина может определиться в предстоящую среду напомню что Пьяченце выигрывает у Мочерата в серии со счетом 2-1 серия идет до 3 побед стало быть в среду мы можем узнать второго финалиста а может быть серия затянется тогда все определить в следующую субботу там будет уже последний решающий матч но Трент выиграл регулярку и не подарил в плей-офф пока ни одного матча оппонентам да были сомнения в прошлой игре на тайбрейке удалось Торентина обыграть Кунио сегодня все было гораздо проще 3-0 с таким счетом Торентина побеждает соперника дома и теперь отправляется спокойно ожидать второго финалиста ну а мы на этом с вами прощаемся за игрой из Трента наблюдали Алексей Мельников и Татьяна Грачева спасибо вам за внимание до встречи в среду всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания